Здравствуйте, зрители ДТФ! С вами Захар Бочаров, и сегодня мы поговорим про отличную игру, в которую никто из вас, наверное, не поиграет. Ну, не будем так категоричны, просто она вышла на Nintendo Switch, а это платформа, которая далеко не у многих сейчас имеется. Речь идёт не про Зельду, это первая хорошая игра, которая есть на Switch, а про вторую хорошую игру на Switch под названием Super Mario Odyssey, которая также наверняка вам известна как «А, это ещё один грёбаный Super Mario от Nintendo, тысячу лет ничего не меняется, игра для детей, и критики уже во второй раз за год ставят игре от Nintendo сплошные десятки, буквально вот не сговариваясь, и многие говорят, что это на самом деле незаслуженные, по факту ставят их авансом, потому что Nintendo у всех была в детстве, и все вот тогда наигрались и полюбили её. Но давайте с вами вместе разберёмся, потому что я игры уже прошёл, являюсь большим фанатом как бы этой компании, но умею смотреть на неё объективно. Давайте попытаемся посмотреть, чем на самом деле хорош Super Mario, так ли он хорош, надо ли бежать в магазин за Nintendo Switch для того, чтобы поиграть в эту игру, ну и оправданно ли все эти десять и двенадцать из десяти. С самого начала стоит сделать ремарку, что все трёхмерные части Марио по факту делятся на две большие категории. Первая категория — это линейные игры про Super Mario, в которые вы продвигаетесь по карте мира, собираете звёздочки или другие бонусы, которые необходимы для прогрессии, и в конечном итоге сражаетесь с боссом и переходите в другой мир. По такому принципу, например, выстроены Super Mario Galaxy и Super Mario Galaxy 2. Вы можете сколько угодно ненавидеть Super Mario, но, насколько мне известно, Super Mario Galaxy сейчас занимает первое место среди лучших игр всех времён на сайте-агрегаторе GameRanker. Слово говоря, Super Mario Galaxy в этом году исполняется 10 лет, и это отличное время для того, чтобы выпустить новую достойную трёхмерную игру про Марио, какой в итоге оказалась в Super Mario Odyssey. Надо сказать, что для своего времени Super Mario Galaxy была настоящей революцией в жанре трёхмерных платформеров. Её делал отец серии Сигиро Миямото, и полёт его мыслей по-настоящему вдохновлял. Марио оказался в космосе, где он мог летать между разными планетами с разной гравитацией, управлялось это всё с помощью Вим Моута и сражаться с разными боссами. И в целом это была какая-то фантастически креативная игра, которая также ввела в серию нового персонажа по имени Розалина, которая страшно полюбилась игрокам и вскоре появилась в других выпусках, например, в том же самом Mario Kart. Супер Марио Галакси 2 Супер Марио Галакси 2 казалось даже лучше оригинала, там было просто тупо больше всего. Из-за этого она игралась практически так же бодро и свежо, и на мой взгляд является чуточку лучше, чем Супер Марио Галакси, и образцом трёхмерного платформера в принципе. Если говорить про вторую категорию, о которой я упомянул, то это игры про Марио с более-менее открытым миром. Я знаю, вы сейчас все засмеялись перед монитором. Марио Открытый Мир, господи, Red Dead Redemption, это игра в открытом мире. Да, это очень условный открытый мир, построенный по логике Марио. Вас запускали в какую-то локацию, из которой вы более-менее могли либо перейти в другие небольшие локации, либо изучать её саму, и вот там уже искать те же самые бонусы, необходимые для прогрессии. То есть, понимаете, это противостояние между неким вот линейным прохождением и неким свободным прохождением. Ко второй вот этой категории с полуоткрытым миром относились такие игры, как Супер Марио 64, одна из лучших трёхмерных игр ever, и один из самых прекраснейших примеров того, как надо переносить игры из 2D в 3D, и относилась Супер Марио Саншайн, к которой вам в течение всей игры приходилось в лице Марио, который носил за спиной прекрасный рюкзак с водой, оттирать пляж от говна, в буквальном смысле. Я не шучу, звучит очень бредово. Супер Марио Саншайн, своеобразная игра среди фонатов Марио, по поводу неё нету какого-то чёткого понимания. Многие считают её гениальной, многие считают её полностью провальной, но, скажем так, она была не так хороша, как Супер Марио 64. Выпуская Супер Марио Одисси, Нинтендо хотела вклинить новую часть Марио именно вот в эту вот нишу. Игр, скажем так, полуоткрытым миром во вселенной Марио. И надо сказать, что это не совсем так. Я бы сказал, что Супер Марио Одисси ложится где-то посередине, между Супер Марио Галакси и Супер Марио 64, или где-то в одной нише Супер Марио 3D Land и Супер Марио 3D World. Кстати, вспоминая о Супер Марио 3D World, это прекрасная игра, где Марио мог одеться в костюм кота и вместе с друзьями проходить уровень в кооперативе. И в своё время она выходила для Нинтендо Wii U в один день со стартом PlayStation 4, и все её страшно хвалили за то, что она супер креативная и классная. Забудьте про неё. По сравнению с Супер Марио Одисси, этой игры просто не существует. Забудьте, забыли, смели. И вот, наконец-то, выходит Супер Марио Одисси, и сразу мы как бы смотрим на главную фичу этой игры, а фичи этой игры — шляпа. Шляпа Марио, осознанный, я не побоюсь этого слова, организм, который на самом деле является то ли принцем, то ли принцессой шляпного королевства и превращается в вашу кепку, в кепку Марио, для того, чтобы помочь вам на протяжении вашего путешествия. В этот раз, к слову говоря, Марио принято стебать за сюжет, и Супер Марио Одисси не станет исключением. Боузер опять похитил Питч, но в этот раз, очевидно, никакого секса до свадьбы, поэтому решил по-быстренькому сыграть всё это дело. И как бы ворует из разных королевств разные свадебные примочки из серии. Платье, торт, газированная вода — это пьют на свадьбах, серьёзно? Всё очень серьёзно, все в свадебных платьях, везде развешана реклама по поводу того, что Баузер наконец-то женится на Питч. Ну и Марио, конечно, хочет всё это предотвратить, потому что мы-то с вами знаем, что он заслужил право быть первым. И вместе с этой шляпой они вместе отправляются. Марио может очень смело кидать и набрасывать её, как это называется в игре, зашляпливать на своих врагов, на своих соперников. Знаете, эта концепция звучала чудовищно странно, и на самом деле примерно так оно и выглядит. Можно зашляпить гумбу, можно зашляпить лягушку, можно зашляпить тираннозавра, каким-то образом получить контроль над их телами, получить контроль над их особенностями. И знаете, это выглядит откровенно дичёво, потому что когда в игре про Марио ты видишь настоящего, живого, довольно реалистично отрисованного тираннозавра в шапке Марио с усами, единственное, что тебе хочется сказать, глядя на всё это, это очень протяжно и громко, что это очень протяжно и громко? Ну вот так вот оно есть, в этот раз это именно так управляется и ощущается. Я вам хочу сказать, что зашляпливание, несмотря на весь приятный идиотизм этой концепции, нет ничего абсолютно нового. Марио раньше мог примерять на себя какие-то разные костюмы, которые давали ему спецспособности. Условно говоря, сейчас эту особенность переместили на зашляпливание врагов. Это не новая механика в оселенной Супер Марио. Несмотря на это, зашляпливать можно далеко не всех врагов. Некоторые враги при броске шляпы, они попросту разлетаются в разные стороны и умирают. То есть шляпа — это ещё и способ биться с врагами. И вы знаете, это немного обескураживает, потому что на самом деле трейлеры очень вкусно показывали возможность шляпить всё и вся, а это не так. Потому что на самом деле гейм-дизайн локации выстроен таким образом, что вы можете шляпить какие-то вот конкретные прям предметы, врагов и так далее и тому подобное. И у вас уже будет интуитивно как бы срабатывать, что ага, вот это я могу зашляпить, вот это вряд ли с этим я разберусь, туда прыгнут, эры-пэры, все дела. Это очень крутой гейм-дизайн, но с точки зрения зашляпливания это означает то, что механика не реализована в полной мере. Это незначительный минус, потому что это всё служит в угоду главному общему, генеральному, скажем так, гейм-дизайну, но это немножечко обломано в контексте того, что трейлеры обещали нам, несколько другое. Далее, как бы странно это ни прозвучало, с точки зрения лора Super Mario Odyssey рассказывает очень много о мире Марио. Раньше мы знали, что есть некое грибное королевство, где живёт Марио, где живёт тот, вероятно, оно может подверглась какой-то химической атаке или, может быть, радиации, что все там такие, чёрт подери, странные, гипертрофированные и говорячие грибы, серьёзно, черепахи и так далее и тому подобное. Я никогда не был большим фанатом именно дизайна визуального Super Mario. И мне всегда грибное королевство оказалось каким-то чудовищно странным островком жизни посреди этой вселенной. Super Mario Odyssey рассказывает, что происходит за пределами грибного королевства. Мы наконец-то узнаем, что есть ещё как минимум несколько десятков таких же королевств, в которых тоже есть своя жизнь, тоже есть свои разумные организмы, где люди живут ничуть не хуже, чем в грибном королевстве. Просто по-своему. Или не совсем люди. Совсем не люди. Потому что на самом деле люди живут только в городе Нью-Донг, который является пародией на город Нью-Йорк. Ну, не пародией, а скорее переосмыслением. А в других царствах живут какие-то свои животные. В Азиапске, например. И, кстати, сейчас будет точечная критика нашей локализации. В Азиапске живут шарообразные тюлени, укутанные в шубейки. То есть им холодно вместе с шерстью. Вот. И они разговаривают на своём наречии, добавляя в конце «однако». В конце каждой фразы. И «однако» мы знаем это как из старых, добрых, бородатых анекдотов про Чукч, что это некое такое дополнение в конце, которое как бы показывает принадлежность вот именно к этому этносу. Я не знаю, что было в английской версии, но Nintendo может быть это самую капельку расистки? Есть такая тема, что национальные особенности, на которые намекают жители тех или иных королевств, немного основаны на стереотипах. Меня это чуть-чуть вот задело. Самую малость. Не для того, чтобы это опять же оформлять серьёзную претензию, но есть в этом что-то странное. В любом случае, спасибо компании Nintendo, что дала нам взглянуть на планету, где происходит событие вселенной Супер Марио, мы наконец-то знаем о ней больше. Много королевств, много разных царств, много разной живности. Это не просто некое абстрактное, вырванное из контекста грибное королевство, в котором всегда происходит какая-то дичь. Это действительно планета, она находится в космосе, она находится во вселенной. Если честно, это звучит довольно глупо, но Марио там уже типа 30 лет с лишним, и очень здорово получить более исчерпывающую информацию по поводу того, где же вся эта дичь наконец-то происходит. Во время анонса очень детально показывали город Нью-Донг, который я уже упомянул, он похож на Нью-Йорк, и там можно встретить одного из вообще первых персонажей вселенной Супер Марио, Паулину, которая в русской версии стала Полиной. Она сильно независимая женщина, а потому добилась должности мэра этого города. Город Нью-Донг посвящен Данки-Конгу. Даже все улицы, все площади и так далее, они посвящены тем или иным персонажам из этой популярной игровой серии. Если вы не знаете, то погуглите, что такое Донг-Конг-Кантри. Это икона всех игроков на Супер Нинтендо в 90-х годах. Это интересная попытка показать настоящих людей, настоящий город во вселенной Супер Марио, которая, опять же, как и этот упомянутый мной Тираннозавр, на стадии анонса, возможно, выглядела немного странно, но в игре ощущается довольно органично. В Нью-Донге можно много чем заняться, там можно покататься на машинках радиоуправляемых, там можно попрыгать через скакалочку, поискать музыкантов, собирать луны, а лунах сейчас чуточку попозже. И в целом это очень крутая, разнообразная и клевая локация, которая заканчивается неким таким кульминационным уровнем, очень приятным, очень красивым, очень музыкальным. Но если вы по трейлерам подумали, что Супер Марио Одисси это игра про то, как Марио бегает в городе, то это абсолютно не так. Нью-Донг лишь одно из королевств, и которых вы увидите множество. И тут надо похвалить игру за разнообразие ландшафтов, потому что королевства, которые посещают Марио, они действительно разнообразны. Там можно увидеть замки, можно увидеть драконы, можно увидеть просто наваленные в груду овощи. То есть в плане разнообразия локаций Супер Марио Одисси вполне может сравниться с Супер Марио Галакси. Но секундочку, мы там имели дело с космосом. Собственно, как перемещаться по всему земному шару? Для этого у нас есть корабль под названием Одиссея. Корабль под названием Одиссея сломан на момент начала игры. Работает он с помощью лун. Для того, чтобы полететь куда-то на какое-то фиксированное расстояние. Естественно, оно увеличивается по мере того, как вы кормите луны своему кораблю. Корабль надо вот, собственно, заправлять этими звездочками. Луны, луна, луна. Луны разбросаны, по сути, повсюду по миру. Супер Марио. Вы там буквально под камешком посмотрели, нашли луну. На дереве пошарили, нашли луну. Победили босса. Угадайте, что? Тоже нашли луну. И таким образом, вот на какой-то обширной локации, которым является каждое королевство, запрятанным в районе 50 таких штучек. Всего в игре их более 800. Для того, чтобы пройти сюжетную кампанию, потребуется 200 с небольшим. И в этом тоже кроется еще один небольшой минус. Супер Марио Одисси очень смело раскидывается разными механиками, декорациями и так далее. И они очень быстро заканчиваются. То есть сюжетную кампанию вы пробежите буквально за 10-12 часов. Это довольно печально, потому что на самом деле внутри каждого из этих геймплейных сегментов, каждого из этих антуражей скрыто достаточно потенциала для того, чтобы задержать игрока там подольше. И если там вас просят собрать в определенном королевстве 12, допустим, лун из 50 возможных, ну это немного маловато. Можно было бы попросить собрать хотя бы половину, хотя бы 25. Это бы поощрило игроков больше исследовать локацию, больше собирать разных вещей и таким образом глубже исследовать мир, который... Ладно бы он был довольно куцый, но ему действительно есть что показать. Это действительно очень клевая игра, в которой, ну, хочется ее изучить, побегать, но авторы это никак не поощряют. Они поощряют, чтобы вы стрелой пролетели к финишу, и когда вам уже покажут финальные титры, тогда вы можете вернуться, поискать новые луны, вам откроются новые участки локации и так далее и тому подобное. По сути, игра только начнется, у вас на руках будет где-то 200 лун, а для полного прохождения нужно 800, будет куча челленджей, будет куча новых костюмов, будет режим сражений с боссами и так далее и тому подобное. Но многие игроки попросту этого не увидят, они пройдут в Супермарио и положат на полку. Нинтендо можно было бы заставить чуть тщательнее покопаться во всем этом, и игра бы от этого ничего бы не потеряла. Спустя несколько десятков лет после своего рождения, Марио по-прежнему опирается на свои старые добрые механики. Помимо зашляпливания, остальное прохождение, оно в целом основано на том, что вы прыгаете по платформам. Ну, в конце концов, это платформер, как я уже говорил, тут сильно нового что-то не придумаешь. Единственное, что можно сделать, это разнообразить локации, разнообразить уровни и сделать клёвый геймдизайн. Как вы уже поняли, с антуражем всё в порядке и с точки зрения геймдизайна тоже. Проходя Super Mario Odyssey, вы буквально интуитивно понимаете, что от вас хотят сделать в той или иной ситуации. И это дико кайфовое чувство, когда ты разговариваешь с геймдизайнером на одном языке. Ты прекрасно понимаешь, что здесь надо разогнаться для того, чтобы прыгнуть подальше. Там надо забраться на дерево для того, чтобы лучше осмотреться. Тут надо зашляпить тираннозавра для того, чтобы разбить блоки и пробиться дальше. И на самом деле, вот эта вот насыщенность механиками, насыщенность разными ситуациями, её градус не сбавляется практически ни на секунду. Super Mario Odyssey мало того, что клёво выстраивает уровни и даёт вам много разных игровых механик, она ещё их практически не повторяет. Именно из-за этого возникает ощущение детского восторга, которое сопровождало Super Mario Galaxy. И, может быть, из-за этого игру решили сократить до 10-12 часов, чтобы она ни в коем случае не успела надоесть, размениваясь вот как бы очень легко своими креативными идеями. И Super Mario Odyssey из-за этого потрясающе вкусная и сочная игра. Это та игра, которая заставит вас почувствовать себя ребёнком, а дети вообще от неё, наверное, визжать будут. И, то есть, это игра, которая, может быть, даже вытянет вас из депрессии или покажет вам, что есть новые жанры, в которых вы, возможно, никогда не играли в платформеры, но вот это вот та точка входа, которая покажет, да, чувак, платформеры — это клёво, акробатика — это классно. Гейм-дизайн можно строить таким образом, что ты просто... У тебя взорвётся мозг, пока ты попытаешься к этому адаптироваться. Или пока ты будешь раскручивать эти разные ситуации, ты их даже раскручиваешь и уже по ходу дела понимаешь, что от тебя хотели. Вот это вот непередаваемое ощущение настоящей игры из большой буквы, которая достигается за счёт синергии каких-то классных идей, крутого левел-дизайна и клёвых антуражей — вот это вот единое целое, которое составляет супер-Марио Одисси. Как и в случае с Зельдой Брэзов-зу-Вайл, на которую я писал текстовый обзор в начале этого года, про Марио очень тяжело объективно объяснить, почему он хорош, потому что так или иначе любой рассказ будет скатываться в обсуждение каких-то конкретных необычных ситуаций и вау-моментов. Если в Зельде объективно мы имели дело с графикой 2007 года и полупустым открытым миром с целыми подземельями, которые кому-то могли показаться довольно однообразными, она была насыщена моментами, когда я залез на гору и увидел дракона, выстрел в него, от него упала чешуйка, я полетел за ней, поднял, отнёс её в озеро, и там фея прокачала мне костюм за то, что я её нашёл, и теперь у меня был легендарный доспех. Вот такие вот истории были про Зельду. И она вся была насыщена этими историями. Точно такими же историями насыщена Супер Марио Одисси. Я побежал на склон горы, я нашёл там стену, в которой можно, оказывается, вселиться в виде двухмерного Марио, двухмерного персонажа, музыка стала восьмибитной, я пробежался наверх, на башню, выполз, а там оказался босс, а босс это Тамада на свадьбе Баузера, и она кидала в меня разными шипастными тварями, и я должен был их отшляпливать обратно для того, чтобы эта демоница взорвалась и улетела к чертям. Вот что-то похожее. Эти ситуации, они очень насыщенные, яркие, и они постоянно генерируются с тобой, пока ты играешь в Супер Марио. Хотя механика, мир и жанр совсем иные, но по качеству исполнения эта игра сравнима с Зельдой. Именно поэтому они ставят десятки, именно поэтому критики в восторге. Хотя я до конца этих восторгов не разделяю, как вы уже поняли, судя по претензиям, которые я поступательно выдвигаю этой игре. Несмотря на то, что большинство механик не повторяется, во всех мирах, во всех королевствах есть какое-то количество вещей, которые вам надо будет сделать обязательно. Например, разбросаны какие-то фиолетовые монетки, которые вы можете собирать. Они индивидуальны для каждого из миров, и собрав эти монетки в местном магазине вы можете купить себе новый костюм, наклейку на Одиссею или какой-то предмет антуража. Марио может носить фраг, может носить какую-то шубейку, он может носить костюм пирата, он может носить костюм морячка, он может носить какие-то совершенно разные наряды, которых в игре просто сотни, я даже их спойлерить не хочу. Более того, наклейки, которые вы покупаете, они тут же наклеиваются на Одиссею. Если вы подбежите к своему кораблю, побегаете вокруг него, то увидите, что там есть, допустим, наклейка с той же самой Полиной из Нью-Донка или из Азиапска, какие-то крутые стикеры и так далее. Если вы зайдете внутрь Одиссея, то увидите, что там свой антураж, там стоят предметы, которые вы купили, там стоит стол, на котором дымится по чашечке чая, который вы можете выпить вместе со своей шляпой, как бы странно это ни звучало. И, собственно, все, что вы покупаете за эти фиолетовые монетки, так или иначе, является какими-то косметическими улучшениями для игры, что в визуальной разнообразии оно никогда лишним не было, а учитывая то, что тема исключительно опциональна, вполне себе, знаете ли, годна. Несмотря на то, что игра оставляет абсолютно восхитительные впечатления с точки зрения геймплея, есть еще несколько недостатков, которые я обязан упомянуть. Немного непонятно получилось с управлением. Когда вы запускаете игру, вам предлагают снять джойконы с вашего Nintendo Switch, положить планшет в док-станцию и играть на телевизоре с отсоединенными контроллерами. Почему? Потому что часть движений вынесена на управление перемещением. То есть, иными словами, чтобы бросить шляпу, вам нужно совершить аналогичный жест своей рукой, чтобы быстро забраться, вам нужно потрясти джойконами, и несколько таких ситуаций случаются на протяжении игры. Часть из них переложили на кнопки, часть из них нет. Например, круговое движение шляпы вокруг Марио, которое пригодится, если вам нужно сразу отбиться от какой-то наступающей со всех сторон толпы врагов, оно дословно не переложено на физические кнопки. Для того, чтобы сделать это же движение физическими кнопками, а не движением, вам надо сначала раскрутить Марио, а потом нажать кнопку зашляпливания. Это движение, которое более сложное, и оно делается дольше по времени. Более того, чтобы, допустим, быстро забраться по столбам, вам нужно быстро шевелить джойконами, если они у вас отсоединены. Но если вы играете в портативном режиме, и джойконы нацеплены на приставку, вам надо трясти приставкой. Это уже далеко не так удобно. Трясти консоль в моменты, когда надо было на время забраться на столб по-быстренькому, или что-то выполнить, когда тикает таймер, это было довольно обременительно. Это было не клёво. Мне приходилось снимать джойконы с моего планшета, ставить его куда-нибудь на тумбочку, и проходить этот момент со снятыми джойконами. Если у меня было бы больше упорства, я бы мог сделать это и не снимать джойконов. Но это момент, который немного портит плавность геймплея. Потому что, как я уже говорил, у вас появляется ощущение, что вы говорите с геймдизайнером на одном языке. Вот этот момент снятия джойконов, вы начинаете заикаться. Или он начинает заикаться. Вы друг друга плохо понимаете. В целом, всё это прекрасно проходимо, за исключением каких-то отдельных моментов, с которыми вы, может, и не столкнетесь. Но, тем не менее, обидно. То есть, от игры такого качества исполнения ты ожидаешь, что всё будет абсолютно безупречно. Даже если у вас четыре способа управления, они все должны быть идеальными. Опять же, мы говорим о том, что все критики ставят десятки, да? Это, наверное, одна из самых серьёзных претензий к Супер Марио Одиссе. Тут можно было бы немножечко дошлифовать. Далее, традиционно слабая точка трёхмерных Супер Марио битвы с боссами. Уже давным-давно, несмотря на то, что говорят хейтеры, гейм-дизайн Супер Марио вырос на несколько голов. Но, тем не менее, битвы с боссами по-прежнему остались какими-то несерьёзными стычками, которым вам надо, ну, буквально чуть ли не поддающемуся противнику дать три пинка. И именно так выглядят начальные босс-баттлы в Супер Марио Одиссе. Ближе к концу игры ситуация выравнивается, но это всё ещё не уровень Супер Марио Галакси, где были по-настоящему изобретательные боссы. Супер Марио Одиссе слегка компенсирует этот недостаток, потому что, когда вы начнёте собирать дополнительные луны, у вас будет режим, где боссы более сложные, или где боссы нападают на вас друг за другом, или где у вас есть всего одна попытка, чтобы победить череду боссов. Но вы сами понимаете, что это уже модификаторы. Сами по себе они играют с вами в поддавки. И это обидно. Учитывая то, что многие боссы используют механику зашляпливания каких-то конкретных врагов, то есть им всем нужен особый подход, у них у всех свои паттерны, которые надо раскусить. Вот этот вот момент действительно можно было бы сделать чуточку посложнее, чуточку поизобретательнее, но хотя бы выкрутить, скажем так, полоску здоровья, да, вашим серьёзным противникам, чтобы битва с боссом ощущалась как таковая, а не просто супермаленькое препятствие на вашем пути к тому, чтобы разрушить прекрасный брак Боузера и Питч. Если вы переживаете за графику, то этого делать точно не стоит. Супер Марио Одиссе выглядит никак не хуже, чем в Супер Марио Гэлакси, и я думаю, на уровне Супер Марио 3D World может даже чуточку покраше. В портативном режиме нету сглаживания, поэтому будет немного лесенок, знаете, если вы играете исключительно в портативном режиме, но когда вы вставляете консоль в док-станцию, графика слегка облагораживается, на большом экране выглядит вполне современно. Переживать по поводу того, что Марио какая-то некрасивая или технически несовершенная игра, будет некорректно. Я не знаю, как она сравнится с той же самой Супер Лаки Стейл, которая выходит на Xbox One X и будет использовать HDR и 4К, но поверьте, опрятная картинка плюс потрясный геймплей, они полностью создают нужный спектр эмоций, который мы хотим получить от платформера. Подводя итог, что же можно сказать? Супер Марио Одиссе, революция ли это в мире платформеров? О, нет, друзья, тут фактически нет ни одной новой идеи для того, чтобы мы могли так сказать. Игра ли это на 10 из 10? Вряд ли, дорогие мои, потому что есть несколько недостатков, которые мне, как критику, не позволяют сказать, что это 10 из 10. Это не идеальная игра, но это превосходная игра. Это отличный трехмерный платформер. После ситуации с Wii U, когда игры выдавали нам по талонам буквально, когда был страшный дефицит, когда даже знаковые из сериала выходили, может быть, в несколько неряшливом исполнении, и тогда же выходила Super Mario 3D World, которая, ну, она была прикольная, но несколько сухая. Наконец-то мы получаем платформер про Марио, который действительно достоин стать в один ряд Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2. Возможно, Super Mario 64. Кстати, на ностальгии играют временами очень тонко и клево, я вам это спойлерить не буду. И она по-прежнему превосходна, она по-прежнему отлично, она играется на одном дыхании. Это крутейшие игровые эмоции, которые только можно получить в 2017 году, но, пожалуйста, не думайте, что это идеальная игра или игра, которая однозначно оправдывает покупку Nintendo Switch. Покупать Switch только ради Марио, я как фанат Марио и как фанат Нинтендо я вам не советую, потому что есть риск, что вы напридумывали себе чего-то невероятного, а это просто лучший трехмерной платформер на данный день, в котором, наверное, не так много новых идей, несмотря на то, что под трейлером вам могло показаться капельку иначе. Если бы Super Mario Odyssey, надо было бы ставить оценку, чего мы на DTF и не делаем, но я думаю, что это было бы где-нибудь в районе 9 баллов из 10. Спасибо вам большое, что посмотрели этот ролик, я надеюсь, у вас пробудилось капельку интереса в направлении Nintendo, в направлении Super Mario, потому что я большой энтузиаст этой компании, в 2017 году у них действительно случился славный камбэк, у них вышли игры в трех главных сериалах, это Metroid, это Zelda и это Mario, это очень здорово и греет мою фанатскую душу, но я должен быть с вами объективен в любом случае. Спасибо большое, что смотрели, если вам понравилось то, что вы услышали, если вам было интересно, если хочется еще, то поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите своим друзьям, возможно, купите себе Nintendo Switch или хотя бы задумайтесь о его покупке, консоль действительно достойная и, наверное, одна из лучших моих покупок в этом году. Спасибо большое, увидимся в прямых эфирах и тут на YouTube. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok